Концепция по созданию кампуса мирового уровня разработана под руководством главы региона Дмитрия Азарова. Необходимость в его появлении очевидна. Уже сейчас Самарская область – один из сильнейших научно-образовательных центров страны. В регионе развиваются 24 высших учебных заведения, в том числе аэрокосмической, медицинской, инженерной отрасли. Успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего». К 2024-2025 годам прогнозируется значительный рост числа абитуриентов, как из нашего, так и из других регионов страны. А значит, потребность в современных качественных пространствах для обучения и проживания, в том числе иностранных и иногородних студентов, есть. Кампус появится на территории рядом со стадионом «Самара-Арена» на площади 17 гектаров и будет рассчитан на 5000 человек. Создание кампусов в России – поручение президента Российской Федерации. 17 кампусов находятся в стадии реализации. Развитие международного межвузовского кампуса обсудили на одной из сессий хакатона «Креатив на Волге». По замыслу авторов идеи, место, в котором появится кампус, должно быть интересным горожанам уже сейчас. У нас будет такая большая ответственность, потому что тот проект, который запустится в Самаре, это будет тот пример, хотелось бы что-то положительное, на который затем будут убираться и другие регионы. Потому что у компании «Буршкола» несколько проектов, связанных с кампусами в городах России, но пока конкретно реализованного проекта еще нет. Участники сессии предложили несколько идей развития территории. К примеру, создание искусственного водоема, где летом можно было бы кататься на катамаранах, а зимой – на коньках. На самой территории кампуса уже есть проект озера, поэтому мы решили его докрутить и разработать. Большой искусственный водоем, который были составляли Жукулевское море наше, реку Сок, большой Эргиз, который находится на краю Самарского области, чтобы отразить на каждой реке какие-то свои уникальные рельефные особенности. Прозвучали и идеи по созданию первых арт-объектов на территории будущего парка при кампусе. Примером такого арт-объекта является фривол, возможность нарисовать граффити на отдельно стоящей стене. Конечно, мы рассматриваем, чтобы такие возможности предоставлялись только лицензированно, то есть без вандализма. Совершенно верно, что это должно сначала появиться, потому что туда будут приезжать люди и, видя, как строится, они, отдыхая там с детьми, работая, проводя какие-то фестивали, подумают, о, а я своего ребенка там сюда, мне уже здесь комфортно, я уже сюда приезжаю, значит, я хотел бы, чтобы мой ребенок учился здесь, в этом кампусе. Осенью в Самаре пройдет хакатон, посвященный развитию территории вокруг кампуса, а весной финальная сессия-форум, на которой подведут итоги совместного проектирования. Виктория Шаре, Константин Головин, События.